Слушай, ну, офигенно же смотрится этот кастом, не оригинальный, не омеговский. И ведь это реально Титан. У него чуть-чуть, получается, вот эти вот сами звенья, они меньше. Да, но у него и застежка, посмотри, какая элегантная, тоненькая. Я кладу и спокойно, а представь, у тебя с большой палец вот тут такая штучка. Ну, да, 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 кстати, вот да, очень неприятно. Меня отталкивало то, что застежка большая и неудобно закручивать. Вот у тебя, смотри, допустим, этот бегунок, да, тренчик, где он, вот представь, она такого примерно толщины-размера, такой толщины-размера, и это все у тебя лежит на руке, то есть работа, смоутбук, клавиатура у тебя вообще никак. Ну, это уже, а ты как вообще, ну, то есть у тебя на циферплате ничего не было? Абсолютно. Если бы я просто не увидел открученную головку и не вскрыл их, видел там воду, я просто проверил их на таймграфере, ну, вот таком, не как у тебя крутой, а вот этот. Ну, электронный, да. Ну, приложение, грубо говоря, у тебя там установочка с этой. Вот, а у меня это электронный. И смотрю, там просто разнобой вот этот. И он чистоту даже не определяет. Я сразу понял, что дело плохо. Масочку достал, открутил. Еще и пошло вскрытие, да? Да, ну, мне к тебе пришлю, к тебе там есть фото до, фото после, после чистки. Все, начинаем, да? Добро пожаловать на канал Watch Stories. С вами я, Михаил. И сегодня у меня в гостях участник телеграм-канала Watch Stories, зритель канала Иван. И сегодня мы будем говорить о дайверских часах, о дайвинге и не офисном дайвинге, да? Да, о настоящем дайвинге. Жестоком, суровом. Да, у тебя, собственно говоря, рекорд твой личный. Сколько? Миша, об этом не принято говорить, потому что есть определенные лимиты по сертификатам, да? Но они сделаны с запасом. Объясню сейчас почему. Допустим, по падишному и по большинству сертификатов... Пади. Не только пади, абсолютно всем рекреационным... Рекреационный дайвинг – это дайвинг любительский, да, и не считается профессиональным. То есть, чем отличается водолаз от дайвера, мы все прекрасно знаем. Водолаз – это работа, технически агрессивные среды с гаечным ключом человек, да? А дайвер – это отдых, то есть, ты либо смотришь рыбок, то есть, никаких действий не выполняешь. Любое твое действие – это посмотреть определенный дайвсайт, место, где ты погружаешься. То есть, трубы ты там не кручешь. Трубы я там не кручу, да. Более того, я максимум, что поднимал, это там браслеты, которые теряют отдыхающие, да, вот трубки, маски, то есть, бывают такие забавные эти. Роликсов не находил. Я думаю, что он сейчас скажет, там браслеты, кардиер, анклиф. Нет, ничего не было. Интересный был случай, немножечко отвлекусь, в прошлом году, когда был саммит в Египте. А тоже был в большой группе, я состоял, туристической. И женщина, пожалуй, что потеряла в соседнем отеле, где я вот дайвлю регулярно, уронила телефон. А там в чем смысл? Это бухта Напк, она отличается тем, что она ветреная. И прямо с понтона глубина уходит на 50 метров. То есть, ты уронил телефон, она опускается просто на 50 метров. Некрасиво. Вот. И она попросила помощи, может, можно что-то достать. И я хотел попросить своего инструктора, напарника и просто большого друга, чтобы он помог ей с этим. Но ничего не получилось, потому что шел саммит климатический. Там были главы все государства в прошлом году, ты помнишь. И, соответственно, это было нереально, был дайвинг запрещен абсолютно. То есть, нельзя было. В целях безопасности. Да-да-да-да-да, то есть, невозможно было. Ну, там очень быстро все обрастает водорослями, приходит негодность. Мы еще по поводу опасности для тонких материй пообщаемся. А давай с самого начала сколько лет… Про рекорд. Ну, давай к истокам вернемся. Сколько лет ты занимаешься дайвингом? На самом деле, немного это… Давай вместе вспомним. Это было открытие Египта. Это было, получается, два года назад, да? Да-да. Два года назад, когда вот эти вот водяные арки рисовали. Очень этот… Как там было? Серега Нежлоб, русский турист, привет. Это все наши выцепшие выездки, но они нас реально ждали. Вот, как только открыли, буквально это было, наверное, может быть, недели-две после открытия. Вот, полетел я в Египет и решил твердо, что я хочу получить дайвингский сертификат. Вот, ну, вообще, я его мог, на самом деле, получить еще до трагических событий закрытия Египта. Предлагали обучение, причем оно тогда было гораздо дешевле. Курс доллара, сам помнишь, был совсем другой, совершенно другой. Да, и… Ну, тогда как-то времени было жалко, потому что там сказали, что вот, надо будет три дня учиться. На самом деле, обучение проходит очень круто. Вот я сейчас об этом расскажу, как оно, в принципе, проходит на юге. Как я к этому пришел, я к этому готовился. Я сперва обзвонил наши местные центры на предмет поучиться здесь, теорию о практике. Московский, да? Да, да, Московский, Подмосковье. Потому что Подмосковье тоже карьеры, вот они с идеальной видимостью, ну, как, с хорошей видимостью. С хорошей, да. С неплохой. Хорошая поправка. Да, идеальная видимость – это только Красное море, Индийский океан. Вот, красоты. Обзвонил и говорю, хочу сдать теорию, и у вас, и может быть, так называемый бассейн. Потому что обучение длится всегда какое-то время и делится на две части. Первая часть – это теория и упражнения в бассейне, так называемые. И вторая часть – это open water, открытая вода, когда ты все то же самое, что ты сделал в бассейне, в тепличных условиях. Ты это же прогоняешь, повторяешь, скажем так, на местности, да, вот, в боевых условиях, конечно, да. Вот, и мне просто хорошо попался человек, который реально увлекающийся. Это, знаешь, я сам люблю, вот, за что я люблю, как бы, аудиторию канала, который, вот, увлеченно во всем это варится. И вообще, ну, нравится общаться с единомышленниками. Это, в принципе, тема, знаешь, и сигары, и машины, и часы. Да, такая узкая. По интересам, по интересам, да, есть, как бы, разные интересы у людей. Но он мне просто сказал, говорит, а зачем, говорит, вам молодой человек? Вот это наша муть и жуть. Говорит, езжайте и учитесь там, все, на месте. И это был совет, наверное, топовый. Я получил огромное удовольствие. Вот, обучение проходило очень интересно, но по-боевому. Сразу инструктор, видимо, заметил, что у меня есть к этому тяга, есть к этому способности. Чтобы просто ты понимал, мы все упражнения делали сразу, уходили на яхте из порта, экскурсии к Тирану и Красс Мохаммеду, и все мы делали на месте, на глубине 12 метров, открытой воде сразу. Упражнения самые разные. Это после теории уже, да? Да, теорию в процессе смотрел видеокурс, читал учебник. У тебя и инструктор за спиной был, или вы сами, и один инструктор? Нет. Вот именно что я взял, обучение индивидуальное, не групповое. Это, в принципе, правильно, потому что тебе должно уделять достаточное количество времени, чтобы ты все это постигал. Все понял. Не для галочки обязательно, а именно сделал. И сразу на открытой воде мы с ним вдвоем просто погружались, в то время как других туристов, вот, знаешь, это знаменитые перворазники, да? Вот перворазники, их еще, наверное, называют липтоны, потому что как чайные пакетики. Липтоны. Кстати, к примеру, 20, не больше. Но там на одном баллоне, как говорят, катают за 20 долларов человек 5, 6, 7. Ну, потому что их ненадолго, глубина маленькая, потребление воздуха, даже если там человек дышит, паникует, все равно не глубина. И поэтому на одном баллоне вот этих липтонов, это основной, в принципе, заработок дайв-центров. Вот, и что плохо, многие недобросовестно к этому подходят. Вот, но я, соответственно, был просто своим инструктором, а яхта, это была, собственно говоря, своя отдельно, то есть с туристами работают совершенно отдельно. Вот, сделали все упражнения, было очень интересно. И что самое интересное, уже тогда в первой поездке меня сопровождали часы, да, это первый мой дайвер. Кварцевый си-мастер, бондовский, гильошированный, в общем, достаточно, как любят писать продавцы на форумах и на авито, что культовая вещь, must-have. И, ну, не врут, кстати говоря, в цене, он действительно медленно, но растет. В принципе, я брал его в районе 120 тысяч, на браслете причем, пересадил сразу на НАТО, практически. И сам, знаешь, если дайвишь, то срыв шпильки на НАТО, он тебя повиснет на второй шпильке, ничего не произойдет. Браслет весело канет на глубину, и вряд ли ты сможешь его поймать, можешь даже не заметить элементарно. Уже сопровождал меня тогда в поездке. Но ты в них нырял или просто с собой брал? Нет, 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 я погружался, погружался обязательно. Я снимал это на камеру, очень мне так нравилось, что... Тогда еще у меня, к сожалению, не было недоверского компьютера, потому что все обычно с этого приходят, у меня был только набор... То есть ты ими пользовался именно по назначению, получается? Да, абсолютно верно, я пользуюсь им по назначению. Я знал, что это, да, приятный звук, у них достаточно такой. Вот, кстати, у него звук и ход приятнее, чем у нового Симастера. У нового Симастера он такой больше автоматический, мне кажется, такой... Ну, он автоматический и ход какой-то немного... Не забывай, что безель алюминиевый, но посмотри, в каком он сохраняя. Да, очень хорошо. А если расшифровать серийный номер, да, вот, то часы выпущены в 2003 году. До меня сказали, человек их очень аккуратно носил, то есть коробочка, все... Ты их ни разу не полировал? Я их ни разу не полировал, больше того, я тебе скажу, до меня их ни разу не полировали. И посмотри, в каком сохране браслет, это даже я его поносил и не очень аккуратно. А, ну, в принципе, только застежка пострадала. Да, 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 то есть звенья, все это можешь видеть, это все оригинальная полировка, не полировалось ничего. Только несколько раз по столу стукал, мне ничего страшного. Нет, мне ничего страшного. Ты извини. Я к часам, тем более к Tool Watch'ам, отношусь именно как к инструменту, да, и, в принципе, мне очень нравится, такая есть аналогия, знаешь, а в Германии сантехники в Rolex ходят, мало того, что они ходят, они еще в них трубы ремонтируют, не представляешь. Потому что там Rolex, это действительно… Кстати, о Rolex, на первом же дайвинге, когда со мной были те часы, там, если хочешь, я тебе могу даже показать фотку, сделаю вставочку, я повстречал итальянца, потому что сейчас Египет очень популярен на итальянцев, повстречал человека с великолепным, если не понимаешь, Бэтмен, GMT, да, вот это было, очень красивый, но он сразу тоже срисовал Омегу, мы с ним так очень классно поговорили, и было очень приятно. Ну, это такой же из разряда винтажа редкого. Да, ты знаешь, у него такой… Поэтому он ценится. И когда мы с ним поговорили, он показал тоже, что у него еще есть в коллекции, спросил, что есть у меня, на тот момент мне, конечно, было мало еще. Он говорит, что я покупал его в свое время там за четыре с половиной тысячи долларов, и, как бы, говорит, я сейчас даже, у меня доходы выросли, да, но я не могу себе сейчас позволить просто часы такие, которые я буду носить, чтобы у меня, не то, что не жалко, но, знаешь, есть понятие офисный дайвер, а есть понятие сейфовый дайвер. То есть, допустим, это ролик Сабмаринер, сам знаешь, как Халк, да, люди просто, может быть, так вот показать, да, но выйти куда-то в них уже страшно, потому что они теряют, теряют царапины, все. А давай перейдем тогда к моменту, что для тебя дайверские часы – это все равно Tool Watch, то есть ты покупаешь их целенаправленно, чтобы использовать по назначению. А сейчас же ты погружаешься еще и с компьютером? Да, и… Но с часами так же дублируешь. С часами так же дублирую, вот, и давай, наверное, перейдем ко второму моему дайверу, и заодно покажем твоего брата-близнеца, да, это, наверное, культовая модель. Только я тебя возвращаю. Спасибо. Это кварцевый тунец, я безумно, мне безумно нравятся твои механические. Ты говорил, кстати говоря, что тебе нужно сделать что-то с этим. Да, я, если честно, даже не думал, что мне нужно что-то с этим сделать, пока ты мне не сказал, это была хорошая поправочка на самом деле. Давай, наверное, по порядку, как я их приобрел. Ну, в общем, посмотрел несколько роликов, в том числе и твой ролик, кстати говоря, самый популярный ролик на канале. 821 тысячи просмотров уже. Как найти, как найти, открыл канал, популярный ролик, да, он не полностью про тунцы, но он именно про серию Проспекс, про дайверские часы. Да, про всю иерархию Проспекс. Он зашел, честно говоря, он зашел, мне захотелось именно вот этот инструмент, эта легенда, плюс там вот, мне кажется, было рассказано, что их испытывали, их сами японцы испытывали механиков, их привязывали просто к механической лапе, опускали. И вот такие, как у тебя, встали на глубине 4 километра, а эти порядка 3,2, ну, это километровые часы, где, да, 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 да. Причем изначально тунцы, именно самая модель концепции создавалась исключительно для дайверов, то есть они не планировали… Ты помнишь легенду эту, да, что написал якобы некий дайвер из провинции, что он работает на нефтянке, ему очень нужны часы, для глубины 200 там с чем-то метров, а таких часов просто нет. Да. Ты же помнишь, там было всегда 100 метров, 200 метров. Да, но и они настолько продуманы, здесь каждая деталь, она именно для дайвинга сделана, потому что, вот смотри, для того, чтобы часы не пропускали, да, нужно, логично, чем меньше отверстий, тем лучше. Монокок. Соответственно, да, здесь нет гелевого клапана, здесь нет задней крышки, это корпус монокок, вот, абсолютно, то есть уже лишних 2 отверстия нет. Плюс здесь в часах используются плотнители, которые исключительно только для… Да, я в разрезе помню. …сенсейк разрабатывал, то есть они такой ступенечкой идут, то есть при любом раскладе, то есть часы не пропустят тебя влагу. Там чем больше давление, тем больше оно расплющивается и герметизирует. Да, да, да. И вот защитный кожух, то есть для чего он нужен, первое, это если вдруг ты под водой о камень задел, ударил, то есть ты его разобьёшь, безель ты не разобьёшь. Кстати, Миш, я разбил, я умудрился разбить. Кожух. Кожух разбить. А я тебе и говорю, что… У меня вот этот кожух разбитый, я покупал новый, я покупал новый. Это сейчас получается у тебя… Это битый кожух, здесь маленькая косточка в районе, видишь, то есть там, где было натяжение… Сейчас протру. Да. Там, где было как раз натяжение, я заметил совершенно случайно. Разбил в бассейне, поплыл на спине и теперь больше в бассейн ударил. Так, ну вот, вот она. Да, видно её. Будет видно на камерах. Видно, я не знаю, ну, если что, потом макро добавим. Но суть в том, что вообще это же лимитка, это же Seiko Wallet Tune, причём GDM, 800 экземпляров. И мне казалось… А, я ещё посмотрел, сколько стоит ремешок, помнишь, мы на встрече, ты спросил, ремешок хочется допустить. Да, 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 интересно он просто… Ремешок у нас тогда стоил в районе 30 тысяч рублей, столько же, в принципе, Клоксервис попросил за заказ. Ремешка. И у меня сразу возникла мысль. Друзья, а если столько стоит ремешок, сколько же будет стоить кожух? Ты не поверишь. Сколько? Кожух мне обошёлся в 2700 рублей и два месяца ожидания. Из них 600 рублей приходится на стоимость кожуха. 600 рублей? 600 рублей. Они не ошиблись? Нет, я перепроверил несколько раз. 600 рублей стоит кожух и 2100 рублей за переустановку его. Вот то, что мы с тобой можем даже совершенно ручно сейчас сделать. Но у них условия такие, что они берут на это неделю, чтобы переустановить тебе кожух. Хотя это 4 винтика. Ну, занятость у сервиса такая. Плюс это не делается на месте, хотя мы можем было делать на месте. Они отправляют это в центральную мастерскую. Я сдавал не в центральную просто. Я понял. Кстати, Миша, ещё очень важный момент. Смотри сразу. Ты забыл про патент на вот это. Вот смотри. Патент уже истёк. Я вот хотел. Вот это расширение, видите? Это профессиональный дайверский компьютер. Подходит для технического дайвинга. До глубины космические. Кстати, вот эта гармошка. Да, это действительно разработка Сейка. Уникальная. Дальше потом уже Panerai Submersible начали использовать у них вот ещё одно. Я тебе хочу сказать, до Panerai использовали производители всех дайверских компьютеров. То есть, какой бы ты ни взял вот такого формата или наручные часы, сунты и прочее, у них у всех есть гармошка. Я вот когда в них нырял, я ощутил все плюсы, во-первых, именно силиконового ремня, не каучукового, и этой гармошки. Потому что я надеваю на Гидрик часы и прям чувствую, что он регулирует нужную плотность. Ну вот, кстати, смотри, как это сделано у Омеги. То есть, он растягивается. Смотри, как это сделано у Омеги, на старых моделях это не очень выполнено. Видишь, это расширение, это оно универсальное. У тебя настолько рука, на самом деле, никогда не подпухает. На новых у них есть вот эта гармошечка, но всё равно, всё равно, всё равно. А здесь ты просто закрыл, и у тебя всё равно же у тебя давление. Ты пока находишься на катере в жаре, а потом погружаешься, у тебя рука меняет немножко. На глубине ещё не забывай, что профиль тела меняет. Да, да, да. А здесь получается ременьем подстраиваться. То есть, у меня не было никогда, чтобы у меня на глубине, ну минут 20 я там находился, я два раза вот нырял на 10 метров. У меня не было такого, чтобы мне руку зажимало, либо где-то свободно было. А это вот достоинство. Это достоинство именно и силикона, и вот этой гармошки. Достоинство очень качественный силикон, у них ремни делятся на несколько градаций, и вот именно конкретно, даже на твою модель, вот не поверишь, береги свой ремешок, потому что он стоит очень недешево. Хотя, казалось бы, это не вот, знаешь, не комбинация, как у Омеги, там кожа-каучук вот у них есть на Планета Ошенах и прочее. Это именно плюс вот этот ренчик у тебя, вот этот золотой всё, это будет, да. Так что береги, тем более, насколько я знаю, у тебя подарок супруге, я помню. Ты в своём ролике тоже весьма удачном, просто когда Вера посмотрел, мне тоже понравился. Кстати, в комментариях напишите, кто по тому ролику, какие сейка себе купил, какой выбор был. Или захотел, Миша. Или захотел, да. Есть же хотелки, правильно? Да, потому что в Телеграм-канале, когда я его месяцев пять назад, наверное, ещё раз добавлял, говорил о том, что ролик самый большой, 800 тысяч просмотров. Миша, а многие не смотрели, несмотря на это, представляешь? Да, и многие написали, что выбрали после этого ролика часы. Я, если честно, сам не ожидал такого эффекта, но прям это приятно. А ты помнишь, когда тоже заходила, так или иначе, на канале, где общаемся, да, речь о дайвинге, там очень много было, и тоже я вспомнил ролик твой про дайвинг, несмотря на то, что многие достаточно, наверное, много роликов посмотрели, но тоже не видели, оказывается. Да, 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 ну, новая публика, просто ролик видишь, он давно был. Знаешь, ролик с земли, вот, прости, перебью, ролик с земли, он всегда больше как-то, но это же реально, это же твои эмоции, это интересно, ты показываешь, вот, допустим, мы сейчас сидим в студии, да, допустим, но если бы мы это снимали на катере, представляешь, и вместе погрузились, но, конечно, бюджет ролика был бы другим, но и выхлоп был тоже. Ну, слушай, вот я, когда нырял, ну, там качество съёмки не особо, конечно, круто, потому что я снимал на телефон. Ты знаешь, а мне зашёл формат, да? Абсолютно здорово. Поэтому, кстати, кто не посмотрел, обязательно посмотрите, там я первый раз в жизни нырял. В Крыму, да? Да, 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 там просмотров мало, но прям он эмоциональный на самом деле. Вот ты знаешь, я вот, говорится, осуждаю просмотров мало, ролик хороший. Да, и я на самом деле, когда нырял, то есть я, ну, во-первых, я переживал, я не особо хорошо плаваю, вот, а тут ещё нырять. Так не надо плавать, самое интересное, что нужно как раз-то и погрузиться. Да, и всё, да. И для меня, ты знаешь, было очень важно, что я это делаю в часах механических. Во-первых, у меня тунты стоят. Это лучший инструмент. Захотел, да, мне жена уже там, глядя, все вот эти вот мои рассказы, наслушаешь, подарил их. На самом деле, мне на этот день рождения двое танцов подарили. Одни вот эти мне жена подарила, а друг мне подарил чёрные. А ты говорил, что они, и те, и те в цене выросли сильно. Я просто сравнивал. Вот эти, я смотрю, они больше ценятся, потому что обновлённая версия, во-первых, там нет надписи «Marine Master», по-моему. На самом деле, надпись «Marine Master» очень ценится, я тебе хочу сказать. Да, да, да. И вот в новой, по-моему, его нету, плюс стрелки. А у тебя есть, да? Да. Стрелки. А у меня нет виши, я поэтому жалею. Мне как бы вид стрелок не нравится в новой версии. Ну, грубо говоря, там поменяли референсы, поменяли чуть-чуть детальки. То есть, это вот, на мой взгляд, более такие, именно про историю и так далее. Мы с тобой ещё вот тоже-тоже предварительно говорили. Хочу обратить внимание, как у тебя не портят вот эти вот золотые элементы. Да, 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 абсолютно органично смотрятся. То есть, у меня, наверное, ещё в силу возраста, я недорос, наверное, до золотых часов. Вот. И я представляю себе, наверное, может быть, лет 60 таким солидным, импозантным, с сединой, знаешь. Виски, говорит, подкрашиваешь. Вот. И вот тогда, наверное, какие-нибудь там золотые колотравы, да, там, или что-нибудь. Или просто, или наши даже какие-нибудь Rolex, допустим. Либо Softчас Prom, знаешь, есть тоже красивые золотые, винтажные, либо Rolex, они не биколор. Но здесь вот, наверное, это нельзя назвать биколором, но это вот очень красивые элементы. Немножко элементов таких. Винтики, вот это всё просто. И про защитный кожух я не договорил. То есть, он для защиты, чтобы не повредить корпус. И, во-вторых, получается, ты же, когда, например, на катере ещё только подплываешь к месту погружения, у тебя часы нагреваются на жаре. Да. Металл, там, стали или титана, он расширяется, стекло нет. У тебя уже появляется небольшое отверстие для того, чтобы попала туда влага. Ну, это не совсем про кожух, это вот ты говорил про уплотнители. Да, да, уплотнители. Но всё равно здесь кожух, он прилегает сильно, поэтому здесь абсолютно каждая деталь именно сделана как профдеталь. И то, что он, видишь, он легко заменяемый, потому что действительно он можно… Я не знаю, можешь попробовать. Ну, давай, ты пока рассказывай, да, я буду… Я специально взял… Давай тогда под плёночку вот эту меньшего диаметра посмотреть. С первого раза буду делать. Так, зачем вообще, в принципе, это делать? Потому что я когда нырял, ну, там и песок, и так далее… Согласен, вот этот момент с прилеганием к корпусу, да, вот он, там не рассчитан на самом деле на герметичность, здесь все допуски есть, которые позволяют… Идёт? Нет. Если не идёт, попробуй большего диаметра. Так, я сейчас вот так… Не-не-не, не надо без плёночки, давай с ней, давай с ней, большего диаметра. Я специально взял две, потому что у меня получилось и той, и той. Волнительный момент, я даже не… Да. Если тебе с этот… Пошло, да? Нет. Нет? О, сейчас чуть-чуть. Нет. Ты шлица не сорвал? Надеюсь, нет. Давай посмотреть. Да вроде нет. Целые шлицы. Ну, диаметр подходящий. Ты знаешь, боюсь сорвать, наверное, лучше всё-таки такой в сервисе делать. Давай, давай ещё попробуем лазермановскими битами. Давай. Потому что я первый… А здесь, знаешь, вот прям вот шестигранник. Нужно это подходить. Есть шестигранник. Давай я под свой найду и тебе дам. Ага. Даже страшно. Минутка сервиса. Нет, хорошо, ничего не сорвал. Так. Нет, чуть-чуть, чуть-чуть грани повредил. Есть. А можно аккуратненько из плёночки вот этим вот? Миш, всё идёт. Да? Да, всё идеально. Вот возьми, сейчас я тебе дам посредственно самту и сделай им, пожалуйста. И всё-таки что значит? Ну, они у тебя, скажем так, ни разу не открывались. Просто у меня затянулись. Может быть, их просто затянулись немножко большим усилием, чем нужно. Возьми через плёнку. У меня, в принципе, получилось беспроблемно. Идёт? Так, вроде крутится, да. Да, крутится. Да, отлично. Хорошо, да. Ну, вот видишь, это прям в пазы попадает. Наверное, можно даже без плёнки, чтобы не заморачиваться так. Ты знаешь, вот спереди покрытие... Нет, вот уже сейчас, когда ты крутишь, без натяга, конечно. Так. Так, отлично, давай, давай, заложим. У тебя их четыре, да? Да. У меня тоже четыре. Да, вообще, прям, супер, да. Я тебе уверяю, когда мы их затянем повторно, вот они будут не на этой, эта отвертка подойдёт идеально. И мы сейчас посмотрим интересную конструкцию, которую как раз обеспечит вот этот звук, потому что неоднократно, помнишь, мы... Ну, вращением безеля. Мерились звуками и вращением безеля. Он необычный. Этот звук, он... Керамика резонирует. Керамика резонирует. Вот. И получается совершенно другой эффект. У меня ассоциация именно вот с... Знаешь, как какой-то сейф открывается, да. То есть... Очень такой солидный. Вот, знаешь, солид по-английски. Да, да, да. Солид солидный. Сушь, остро, значит, хороший инструмент. Ну, лазерман есть лазерман. Угу. Ты же знаешь, да, изначально, для чего он придуман был? Нет, расскажи. Сапёры, минёры военные. То есть, тут даже до сих пор можно видеть на... Так, а, всё, вот он легко снимается. На пассатижах, видишь, для обжигания. А, ну, слушай, смотри, у меня даже соль от морской воды сохранилась. Да, обязательно, обязательно. Я бы на твоём месте влажной салфеткой протёр бы это место. Но ты, самое интересное, дальше посмотри. Вот это вот золотое кольцо, оно сейчас будет с небольшим таким вот сочным звуком. В смысле, сейчас безель снимается? Да, вверх, тяни просто-напросто. Тяни вверх, тяни вверх, и там будут две пружинки. Офигеть. Вот две пружинки, смотри. Вот они вот здесь вот у тебя. Дай я посмотрю. Да, вот, смотри, две пружинки, а вот как раз щелчки, 120 насечек, которые обеспечивают это всё. А вот эти пружинки, вот они, их прекрасно видно. Всё, вижу, да-да-да. Видишь, а вот этот самый способ, позволяющий крепить стекло, видишь? То есть, у нас не завинчится одна крышка. А, и посмотри, насколько толстое стекло сейчас видно. Да, а насечки, посмотри, для инструмента специального, как на советских часах кольцо. Только кольцо не сзади металл, а кольцо распорное здесь. Класс. Первый раз вообще вот это вот вижу. Ну, это, согласись, оно того. Ну да, на самом деле, видишь, если у кого-то есть тунцы, действительно, после погружения, после моря нужно разбирать, потому что вот он, этот весь песочек. Песочек, да. И, кстати говоря, вот на звук и на пивиде покрытия, оно, конечно, незаметно. Тем более, что вот под кожухом, да. Но тебе к владельцу, наверное, всё равно будет приятнее, чтобы… Давай вот в таком вот виде мы для кадра это оставим. Давай. Интересно, потом после выпуска соберём. Соберём, конечно. Ну, я даже не знал, что это вот так. Нет, нет, нет. Больше того, ты сейчас, если, смотри, как здесь интересно, положи обратно, присоедини, оно будет даже держаться, если у тебя с кольца безель, пока ты его не тронешь. А, ну он сам не… А, ну да, действительно. Я же, помнишь, усилие приложилось сорвать его? Оно тоже на уплотнителе. Вот на этом, это, конечно, подгонка деталей. Шикарно. Вот, да. Так, ну… К дайвингу вернёмся. Да, к дайвингу вернёмся, а то у нас опять это… Давай. Сейка, да. Ушли. Сейка отнимает внимание. Да. Да, вот первый курс, первый курс, собственно говоря, бездавершки компьютера завершал. Вот, я получил сертификат Open Water. Вот, понырял очень интересно, как говорится, с лодки. То есть, у меня не было бассейна ни одного. То есть, все погружения были у меня открытое море, 12, вот, и максимальный по этому сертификату идёт, по-моему, 20 метров. Это первый сертификат, я этим основательно загорелся. И уже в мае следующего года, получится, год назад, я вернулся, и чётко была цель получить Advanced, следующий курс, который позволяет погружаться на затонувшие корабли. Так называемые реки. Реки – это очень интересно, тем более, что Египет у нас богат на реки. И один из самых известных реков не только в Египте и конкретно в Шарме, но и во всём мире – это корабль «Тистильгорм». Это затонувшее британское судно в годы Второй мировой войны, его потопили, соответственно, немецкие самолёты. Оно затонуло, оно перевозило небольшой танчик, паровоз, кучу винтовок, сапоги, лонжерон для самолётов, ну, это крылья, крылья, такие вот, большие элементы, заготовки крыльев. И всё это в прекрасном сохране, это там, лежит на глубине 30-35 метров. И после прохождения курса, соответственно, Advanced, он, в принципе, вот как раз учит тебя больше не бояться замкнутых пространств, ориентироваться. И вот в том числе позволяет делать погружение на затонувшие корабли. И вот удалось погрузиться, и случай был такой интересный, наверное, такое, знаешь, испытание. В Египте вообще погода достаточно хорошая, и пасмурные дни редкие. Но это как раз день погружения на «Тистильгорм», пришёлся на пасмурные дни. Но пока шли, зато был интересный момент. Я познакомился с ребятами, брат и сестра Тайвера, с кем мы как раз давили всё остальное время, и Швейцарии. Кстати, в Швейцарии, и мы с ними, конечно, они были… Они в часах дайвили? Врать не буду, они не про часы, но им было очень приятно, что мы очень любим SwissMade. Вот, и про свои часы рассказал, и показал, что там у кого было у дайверов. То есть, они были в дайв-компьютерах, да, вот без часов, но после моей беседы, возможно, может быть, они дожили. А вот ты, когда дайвил, там же по-любому ещё люди тоже дайвингом занимаются, ты обращал внимание? В чём? Кто в часах, да. Да, обязательно обращай внимание, кто в часах. В основном в каких часах, наверное? В основном, в основном, ну я хочу сказать, что именно те, кто уже перешли вот эту стадию энтузиазма, да, вот в серьёзный дайвинг, они, наверное, всё больше с дайв-компьютерами, даже с двумя. А вот такие вот люди, мне кажется, у кого ещё живёт… Часовой дух. Часовой дух. Очень много было ситизонов, знаешь, которые, как Гранд Торино, со скобой вот этой, могу ещё ошибаться, скоба, которая прям вот закрывает. Как у Панорая, типа? Да, 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 да. Панорая, Грэхам. Вот как Грэхама, да, вот. То есть, по-моему, Грэхам неправильно, по-моему, Грэма. Ну, или Грэма, да. Вот я-то сам Грэхам, как читаю. Вот я ещё впервые подумал, что это Грэхам, я говорю, это Грэхам. А потом приближаю на зуме на телефоне и понимаю, что это Ситизен со скобой, тоже культовая модель. Вот, видел Ситизены, видел Касио, вот. То есть, это в основном японцы всё-таки, да, это японцы. То есть, в Швейцарии мало кто ныряет. Ну, видишь, у японцев, например, если взять Сейка, у них же часы делаются по стандарту ISO 6425. Да. То есть, это не просто какие-то слова. Это инструмент. Это не просто какой-то вымышленный стандарт. Например, этот же стандарт, когда основывали, тунцы уже тогда выпустили. И, грубо говоря, там какие-то… А мне кажется, даже этот стандарт, скажем так, если не подгонялся, то многие в отрасли потом стали ориентироваться на тунцы, которые были с запасом. Именно. И сам стандарт ISO 6425, которому придерживается и Сертина, у них есть часы по этому стандарту. Ну, DS-экшн, да? Да, да, да. А, собственно говоря, какие-то моменты брали уже у тунцов. Да, безусловно. То есть, можно твои, потому что мои уже разобранные, да, я твои буду показывать. Кстати говоря, самое интересное, они разобранные, но они полностью функциональные. Конечно, да. То есть, в них можно ходить. Можно ходить. Кстати говоря, в Америке не выглядит интересно, да, без этого. Это как я у Panerife люблю открутить скобу и превратить их на секунду такой, знаешь, в полу-люминор. То есть, они такие, как черепаха без панцира. Вот, если взять, например, дайверские часы, которые отвечают стандартам ISO 6425, первая должна быть везде люминесцентная подсветка на всех метках, даже на 3 часа. Просто многие бренды… 3 часа хотя бы метка должна быть. Да, да, многие бренды, ну, пускают этот момент, не делают. Должна быть люминесцентная подсветка на секундной стрелке для того, чтобы видно было, что у тебя часы на глубине не остановились, они у тебя ходят. Обязательно подсвечивается безель. Люминесцентная подсветка должна быть долгоиграющей. Например, в Seiko это Lumi Bright, одна из самых долгоиграющих и ярких на самом деле подсветок. Вот мы с тобой с Омегой Бондовской сравнили, да, когда из солнца… Вошли в тень, и там сразу всё было ясно и видно, да. И часы, которые отвечают стандарту ISO 6425, у них обязательно на задней крышке либо на циферблате написано слово «дайверс». То есть не «дайвер», а «дайверс». То есть если это слово есть, то это часы, это не просто миф, не просто сказка, там, да, маркетинг и так далее, как многие любят говорить. Это часы, которые отвечают всем требованиям, которые на глубине тебя не подведут абсолютно. И, там, ты в этих часах убедился, я в этих часах убедился. А есть так называемые офисные дайверы, по большей части, да, которые… И люди тоже офисные. И люди тоже, да. Которые, к сожалению, сейчас тенденция такая, что дайверские часы переходят уже просто в отдельный стиль. Да. Не профинструмент. Причем, заметь, носят, вот, мое мнение, да, вот, допустим, если брать популярную марку Rolex, да, вот у меня даже небольшая дискуссия была, тоже в нашей среде часовой, спорил, насколько подходит, как бы, Submariner костюму. Мое мнение не подходит. У Rolex есть дейджасты. Ну, да. Которые очень классно садятся под костюм, эта история. Но все-таки это… Ну, заметь, деформация, вот, как ты сказал. Ну, Submariner, во-первых, застежка, профзастежка. Да. Понимаешь, она все равно как-то выбивается. Если общий силуэт, типа, такой строгий, но все равно это не строгий костюмник. Ну, заметь, я говорю, причем пришла деформация, как ты сказал, что дайверы перешли в офис. Да. И очень многие ходят в Submariner с костюмом и в офис. И воды эти Submariner не видели никогда. Да, да. Даже бассейна. Ну, это как Ferrari или Lamborghini, которая никогда трека не видела. Ну, за хлебушком ездить, да? Ну, да. Понимаешь, поэтому для меня, если профинструмент, то нужно, соответственно, в нем плавать. Пользоваться, да. Но, вот, например, у меня Blanpa Batiscav, я в них погружаться, конечно, не буду. Потому что я понимаю, что задняя крышка из сапфирового стекла… Хотя, прости, давай вспомним, Blanpa – это основатели истории. И ролик Submariner культовый, он же Blanpa Fiatom. Я не говорю, что они пропустят и так далее. Они пропустят. Если погружаться, то именно вот в прошлом моменте… Ты сторонник стандарта. Да, абсолютно, абсолютно. Вот, и давай поговорим, как раз мы переходим к… Давай, пускай полежать. Давай. К стандарту. Переходим к SwissMate уже, да? Ну, была уже Omega. А, да, да. Теперь другая Omega, которая пропустила. Давай вот не так, она не пропустила. Ну, это мы будем с тобой еще с мастером разбираться. Да, будем с мастером разбираться, что пропустила. Обязательно досматривайте ролик, потому что мы сейчас скоро поедем в мастерскую к Владу, часовой сервис эксперта, и будем открывать часы и выяснять, что именно и с какого места был пропуст. Я думаю, что да, если подтвердить герметичность, все-таки будет та версия, о которой я сейчас расскажу. Значит, давай, конечно. Во-первых, я хотел, чтобы ты кастомный титановый ремешок заценил с помощью твоего другого гостя, нашего общего хорошего знакомого Романа из Лондона удалось привезти из Лондона. — Слушай, а мне нравится, что он более легкий и более тонкий и эластичный. — А знаешь, сколько общий вес на них? — Сколько? — Твое мнение? — Ну, наверное, где-то грамм 120. — 76. — 76 грамм? — На браслете, потому что браслет титановый и корпус титановый. И застежка, видишь, какая маленькая, в отличие от родной омеговской. Я вот купил их на НАТО, они очень круто смотрятся на НАТО, посмотри, какое… — Подожди, а это же не тот ремень, на котором они изначально… — Оригинальный. Смотри, у них две версии. — Подожди, он не темнее? — Две версии. Это оригинальный с титановыми вставками и баклями. Оригинальный ремень, это, соответственно, другой референс. — А, да, 007 написано. — Да, в фильме, смотри, в фильме, они, конечно, Бонд носят их на оригинальном, именно омеговском. У него есть большой недостаток. Он, во-первых, толще. — Да. — Во-вторых, у него очень толстая застежка. Вот, не поверишь, где-то с палец. И положить руку, чтобы как-либо это было удобно работать в офисе или что-то еще на столе практически невозможно. — В офисе. — В офисе, да. Заметь. Вот. Это вот подобрал. Я кастом ремень, мне он очень нравится. Он, в принципе, выполняет свою функцию, что вес маленький, приятно. Видишь, тот же грейд титана, то есть все видно. — Ну да, подсвет совпадает. — Цвет такой же, совпадает все. Кстати говоря, переверни нас сзади. Видишь, крышка не закрыта. Мы к этому вернемся. — Окей. — Крышка не дозакрыта, потому что, собственно говоря, я… Да, а вот на НАТО, вот как раз я и погружался на НАТО, это обалденная вещь, мы уже обсудили, да, почему. Но вот ношу я их именно на НАТО, на НАТО, обязательно. То есть страшно, страшно. То есть знаешь, такой вот изящный… — Так, а теперь расскажи историю, почему они у тебя протекли. Что случилось? И на какой глубине это было? — На какой глубине? По камере можно посмотреть. Да, я снимался на GoPro. Давай вот просто, чтобы в кадре было. Я попрошу тебя надеть часы, вот на руку хотя бы приложить. И рядом приложить вот дайверский компьютер, вот ближе туда. Они были вот сделаны вот такой конфигурацией на руке. — Так, ну, как бы обычно так и делается. — Да, то есть что произошло? Когда я вынырнул, я обнаружил, что заводная головка просто раскручена. Вероятно, вот трение, да, вот? — Ну, я просто не понимаю. Либо она под зашла? — Под, конечно, конечно. То есть ты же не так вот туго… — Но ты ее туго закручивал? — А она, дело в том, что закручивается достаточно так вот… Резинки же, ну, чтобы не было плохо, да? — Угу. Вот. — Так, можно я сейчас попробую? — Да, попробую, кстати говоря. И, кстати говоря, вот этот механизм на ядолог, помнишь, у нас тоже был спор, насколько симметрично омега? — Да. — У них все надписи сделаны так, чтобы омега-подковка была всегда. — Ну, а сейчас, как бы, неровно. Ну, вот я сейчас закручиваю, я просто заводную головку закручиваю плотно. — Вот ты слишком туго. Я вот, может быть, согрешил тем, что я вот это за счет перфекционизма чуть-чуть ее не довел. — Ну, вот смотри, здесь резьба, на самом деле, вот я в тонцах закручиваю, когда нырял. И когда я откручиваю, мне приходится прям иногда даже с футболкой, да, чтобы открутить. — Да-да-да-да. — В «Годзилле» точно так же. Ну, в принципе, я во всех часах, если где-то руки помою и так далее, у меня плотно закручено. — А ты же знаешь, что у тонцов принцип головки серия другой. Если вот раскрутить сейчас, там даже видно, что эта штука, она как бы объемная и, мне кажется, она либо летает целиком, да, это как большой винт туда, и если вот… — Вот видишь? — Да, абсолютно. — Она очень такая солид и завинчится туда, и резьба гораздо больше. То есть, мы видим маленькую головку, а резьба внутри еще меньше. То есть, если посмотреть тубус Омеги, там, наверное, миллиметров может быть. — Ну, смотри, я сейчас закрутил плотно, как я закручиваю, и она очень легко откручивается. — Согласен. В принципе, давай вот не будем… — А, ну и вот, да, вот здесь такой втулки особо нету. — Да, да, да. И видишь, вот, в принципе, посмотри, вторые свисы, да, тоже Омега, то есть, бог с ним, что это не титаны, то же самое. — Абсолютно легко откручивается. — Вот. — Но заметь, если бы на руке не было вот дайв-компа, ничего не произошло бы. — Нет, понятно, что она здесь, вот опять, я сейчас уже прям с усилием закрутил, и она очень легко откручивается. — Она, в принципе, и не должна очень быть туго, потому что ты оперируешь с перчатками, там, прочее всё, если в случае чего. Но суть в этом какая-то есть. — Ну, смотри, у дайверских часов заводная головка должна быть крупней. — Да. — Например, взять тунцы, взять себе бланпа батисков, она массивная, чтобы, если что, ты в перчатках мог сделать. — Крупнее только в пилотах. — Да. Но здесь она, ну, во-первых, она маленькая, да, и она закручивается, вот я туго закрутил, вот-вот ты видишь, да? — Да. — И насколько легко я её откручиваю? — Миша, я тебе больше скажу, сама Омега не рекомендует очень туго закручивать, потому что, во-первых, уплотнителем хуже, во-вторых, тубус можно сорвать, ну, эх, дубиношка, ух, ним пальцы. — Ну, им надо написать, что им нужно что-то сделать, видимо. Потому что, если туба не закрутить, можно открутить. — Знаю твою давнюю дружбу. — Здравствуйте, Омега. — Знаешь, ваш звонок очень важен для нас. Спасибо за ваше сообщение. — Я им честно пытался как-то всегда помочь с сервисом и так далее, но там особые люди просто, видимо, работают. — Мы им потом отчётик из сервиса. — Но это, я тебе могу сказать, что это абсолютно косяк для дайвинга, и эти часы я не могу назвать watchtoolом. И вот там же в мастерской, сейчас мы договорим и переместимся в мастерскую, для нас это будет 2-3 дня, для вас это буквально секунды. — С клеечком. — Тоже Омега планета Ocean, которая протекла, и там она протекла из-за гелиевого клапана. — Да, на самом деле гелиевый клапан. Ну, у Омеги же сказано, что там открученный был, да? — Нет, просто закрученный гелиевый клапан. — Опять-таки, как ты сказал про тунцы вначале, лишние отверстия для выпуска, хотя у гелиевого клапана там порядка 50 метров тоже, ну видишь, не хватило вот этого. В общем, вот в таком положении я обнаружил вот часы. — Ну, она не выдвинута, просто она откручена. — Не выдвинута, просто откручена, то есть она отщелкнулась. — Я представляю твои ощущения. Просто сердце в пятке. Ну, я же не мог совершить просто, а что бы поменялось? Представляешь, я в Шарм-эль-Шейхе. Даже если я был бы… Во-первых, я понадеялся, что вода не попала внутрь. Вот. Либо я попала совсем немного, что, собственно, потом подтвердилась. Но что произошло, нужно было… Мы были в оповеднике Рас Мохаммед, очень интересный выезд. Мы новые места опробовали для дайв-центра. То есть это просто как по-дружески мы выехали с владельцем дайв-центра и с моим инструктором индивидуально, без туристов, без всего. Вот сами. И как бы прервать такие моменты… Какие бы там часы эти не были дороги, а мне они реально дороги, не по цене, потому что я их купил на знаменательное событие. Вот. На рождение дочери. — Поздравляю. — Да. Ну, тут же опять-таки вот история, да, вот, собственно говоря, немножко образа, да, и у Бондаша по последнему фильму у него же дочь, у него же… Выясняется, что у него дочь. Для меня это так знаково, представляешь? Вот. Кстати, купил я их по очень вкусной цене. — Но ты не новые брал? — Нет. Это была вторичка. Это была вторичка, но состояние хорошее. Вот. Единственное, тут маленькая вот тут… — На стекле? — На сапфире, да, если увидишь. — А, ну вот на 12 часов. Ну, я тебе не сказал, я, может быть, и… — А вот даже продавец искренне удивился, что… Ну, было… Просто я потом даже у тебя на канале когда писал, помню, спрашивали, а как так дешево? — Да, да, да. — И сейчас посмотреть, они в конфигурации, да, да, фулл сет с двумя ремнями, ну, в районе 800 тысяч. — Кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал, ссылка будет в описании. Вот всегда общение с интересными людьми на любые часовые темы. Вот опять-таки с Иваном можно по поводу дайвинга пообщаться, проконсультироваться, если что. Поэтому это, на самом деле, очень ценное нахождение таких людей на канале. — Максим у нас еще? — Максим, да. Кстати, я, на самом деле, прям хотел и с тобой, и с Максимом, но так как Максим пока что переехал, поэтому не получается. Да, с Максимом… — Я думаю, что это хороший задел на будущее. — Да-да-да, если кто помнит, тоже выпуск есть на канале, это самый популярный подкаст сейчас по просмотру, там почти 80 тысяч просмотров на нем. Ну, я думаю, что в будущем получится у нас и сделаем это. Вот. И здесь, собственно говоря, ну, как бы я честно, мне Омега нравится, импонирует, но я почему-то никогда не мог добавить ее в свой сет, то какие-то мои сомнения, да, личные что-то где-то не нравятся и так далее. Вот этот вот бонд, он мне в последнее время начал нравиться, но я недавно брал одни часы такие, там был очень… вот у тебя люфта на безеле нет, а там прямо на безеле он жутко люфтил. Сейчас история твоя вот с этим вот, то есть, ну, как бы я не могу назвать Watch Tool, а покупать это просто так… — Ты знаешь, самое интересное ведь, что это же никто никогда не признает гарантией. — Абсолютно. Ну, как? Все исправно. — А мне кажется, что вот если такая ситуация случилась бы с Seiko, все было бы по-другому, потому что, представляешь, мы делаем часы для дайверов. — Это репутация, репутация. — Ну, что такое для Омеги там, да, вот даже полностью там сделать мне репассаж. Кстати говоря, по поводу репассажа, у официалов вот ситуация такая, что прям вот солидно, солидно спросили. — Сколько стоит? — Они спросили, не спросили даже «Калибр», спросили только «Трехстрелочник», «Корпус драгоценный» — 62 тысячи. И это без учета деталей. — Это дороже, чем у них же на «Блан Паба Тискаф» репассаж. — «Блан Паба Тискаф», мне кажется, это совершенно другой уровень. — Ну, да. — То есть ценовая политика, мы не будем ее, конечно, обсуждать, но она вызывает вопросы. Ну, слушай, как вот, ты же сам говорил, что вот с «Безелем» я просто не привез с собой, вот я купил «Безель», 2700, ты говорил, что кто-то из твоих друзей купил гораздо дороже просто-напросто этот же самый «Безель». — Не, ему выставили счет, и он как бы… — А кто попал? — Андрей Золотов. — Андрей Золотов. — Уточню я, да. — Ну, ты говорил, что там десятки тысяч, они… — Ну, что-то в районе 90 тысяч, по-моему, было. Ну, либо ему ошиблись, ну, потому что если ты точно там же покупал, и тебе там такую сумму назвали… — Ну, он точно покупал сервисы покупал? — Точно, да. — Может быть, повод ему стоит… — Для меня, если честно, это сомнительный сервис, который, хоть он и является официальным сервисом «Гранд Сейк», я не рекомендую туда ходить, честно. — Я тоже не могу сказать, что прям рекомендую, просто свою ситуацию объясняю, потому что все, что я там делал, это заказ, получение, и то мне не выдали, потому что не могут выдать без этого. Представляешь, стоимость безеля 600 с самой становкой 200. — Ну, вообще. — И неделя ожидания. — А с Омегой, вот я тебе говорю, плюс твоя история, я-то на них смотрю как на Watch Tool, потому что у них часы Джеймса Бонда, то есть экстремальные часы для дайвинга и… — Миш, часы Джеймса Бонда, в которые огонь и воду должны проходить. — Вот смотри, я туго закрутил, и мне кажется, вот младенец может открутить. — Ну, усилие там небольшое достаточно. — Да. У меня ни одних часов нет у кого… — Ну, давай будем честны, если бы на руке не было компаний, сами бы не раскрутились, ни обо что. — Ну, конечно, да. Но ты же все равно ныряешь сейчас, 21 век, ты погружаешься и с компьютером, и с часами. — Да. — Соответственно, ну и опять-таки дайверские часы сейчас, когда создаются, должны просчитываться все возможные нюансы. — Да. — Потому что это, извини меня, это инструмент, который сохранит твою жизнь на глубине. — Да, да. Кстати говоря, по поводу сохранить жизнь, немножечко я тоже рассказывал на канале, просто наверняка не все не читали, потому что сообщений много, людей много. Как это раньше рассчитывалось и почему шкала 15-минутная? Ну, ты сам знаешь, классика. Даже подсвечиваются обычно 15 минут, они самые там выделяют. — Да, да, да. — Яркие, да. — Обычно красные, остальные синие, шкала. В среднем есть такое понятие, которое, в принципе, с современными компьютерами, вот, допустим, вот взять этот компьютер с Куба-Про, он с помощью, вот, кстати говоря, можешь посмотреть мое рекордное погружение, которое ты спрашивал, 60 метров. — 59,7, 60 метров. Ну, я тебя поздравляю. — 20-этажный дом. — Я тебя поздравляю, да. Это здорово. — Тоже есть у меня. — Как на этой глубине уши себя чувствуют? — Уши себя чувствуют прекрасно, не поверишь, уши себя чувствуют на глубине больно даже 2 метра, если у тебя есть какая-то вот в каналах попала слизь, и ты не можешь просто продуться. То есть, это, в принципе, и на 2 метра. — А сколько по времени получается? 21 минута, да, пребывания? — Да, ты можешь посмотреть профиль, вот, что самое интересное, ты можешь посмотреть профиль погружения, вот, синяя вот эта вот глубина. То есть, ты видишь, мы достаточно быстро падали вниз, очень мало времени провели на дне, и основная часть погружения – это всегда идёт разносыщение, подъём. — А то, что вы быстро падали вниз… — Это абсолютно нормально. — Ну, давление успевали выравнивать? — Конечно, конечно. То есть, скорость погружения вниз, она ничего себе не даёт. — А что вы понимали, давление выравниваете, ну, просто вот нос зажимаешь, и воздух из ушей… — Ну, либо у тебя должны быть перепонки дайвера, можно… — А я, например, так могу делать без носа. — Ага. — Ну, самое интересное, если ты посмотришь вот внизу, перед этим, вот здесь нормально всё было, но перед этим у меня было такое же погружение на 55 метров, у меня там было даже всплытие, потому что я не мог просто… на двух метрах было больно продуться. — Ага. — Ты представляешь, просто когда полностью продулся, потом без проблем на 55, хотя казалось бы, на двух больно, куда идти там дальше. Вот. И поэтому вот этот запрет, ребят, когда погружаетесь и да и в центре вас просят заполнить специальную бумагу, обязательно расскажу, не могу не рассказать. Там есть отсутствие там ковид, всё прочее, вот этих болезней, и обязательно вирусно-респираторных, и простуды в том числе. Это спрашивается не просто так, не потому что инструкторы вредные, потому что они хотят просто, чтобы количество нырнувших было равно количеству вынырнувших, без проблем. Просто если у тебя был насморк, даже в недалёком, в далёком прошлом, и ты его, допустим, не воспользуешься спреем, да, у тебя получится ситуация, что ты не сможешь просто продуться, потому что у тебя в пазухе попадёт слизь. И сколько бы ты ни дул, у тебя одно ухо больно уже, оно же связано, а вторая пазуха, она просто закупорена пробкой, как вино, и воздух туда не выравнивается. — Кстати, вот я когда погружался, у меня инструктор, она спрашивала, когда у меня последний раз был насморк. — Вот видишь, вот не просто так. И в бумагах это чётко сказано. Поэтому есть многие методы подвигать челюстью. То есть способы есть, но зачем подвергать риску? Потому что даже писал человек, что напродувался в такую степень, что у него был разрыв барабанной перепонки. Просто вот без глубины, представляешь, без глубины. — Опасное дело, на самом деле, конечно. — Без должного подхода, Миш, безусловно. Кстати, вроде Дистельгорм, я не рассказал, сейчас немножко вернусь. Когда мы погружались, судно потопили немцы. Представляешь, на моих глазах чуть не утонули пара из Германии. Потому что немножечко штормило волны, ветер. И ребята не рассчитали температуру воздуха, то, что уже было ниже, не рассчитали кислород. Они всплыли на поверхность со сдутыми жилетными компенсаторами. То есть, они забыли, что их можно поддувать через инфлятор вручную. Это резерв. Полоны пустые. И просто чудом, что я, когда еще находился, погружаться между первым без захода внутрь. То есть, первый заход вокруг, второй заход внутрь Дистельгорма. То есть, он более сложный. Первый ты привыкаешь, второй внутри. Видишь все вот эти вот прелести, которые там, сапоги, винтовки, все это есть. Мотоцикл можно посидеть. Я просто их увидел, их просто сносило течением. Они их не слышали. И просто поднял шум. За ними просто нырнуло два парня с такими огромными ластами, как у нас используют подводные охотники, чтобы за рыбу успевать. И просто их спасли, их бы снесло, их бы даже никто не нашел. Поэтому, да, без должного. Ребята, между прочим, были гораздо более опытные, чем я. У них было более 70 погружений у каждого пара. А у тебя какое количество погружений? У меня на тот момент было погружений, ну дай бог, чтобы 15-16. Сейчас у меня около 50 погружений. И следующее мое желание, я хочу вот пройти несколько спецкурсов, не очень нужных, но без них, к сожалению, нельзя получить звание мастер-скубодайвер, который дают. Ну, в принципе, курсы выбрал самые полезные. Понял. Давай, наверное, к Омеге вернемся и маску, раз уж мы о дайвинге, маску я принес тоже не просто так. Вот не поверишь, накануне вот этого момента я увидел у приятеля своего нового новую маску, мне она понравилась. Вот давай просто пощупай, какой обалденный силикон, очень-очень мягкий. Очень приятный. Вот знаешь, есть проблема, что либо ты, вот ты сейчас просто носишь бороду и усы, у тебя очень идет, но вот ты сам знаешь, что вот проблема есть, пропускать будет. Да, да, да. Это маска, которая позволяет нырять с бородой и усами. За счет вот этого. А я когда погружался, я специально побрился. Ты побрился, а вот с этой ты можешь просто приложить, вот приложи просто сейчас аккуратно, насколько она мягкая и нежная, двойная обтюрация, это с Куба Про. Ой, слушай, как приятно. Да. Здравствуйте. Да. Реально очень прям. Смотри. И она прям к этой коченьку приклеивается. Она приклеивается, и это вот тончайший этот силикон, и вот эта технология. Давай не будем хвалить их за это, похвалим их за вот этот силиконовый задничек, да. Так что… Давай перевернем, просто вот подложим перчатку, и просто переверни часы, и посмотри, вот крышка. Видишь? Так. Это технология на ядолог. Теперь приложи вот этот силикон просто, сейчас ты косплеишь меня месяц назад, да, и попробуй провернуть. Ты же провернул. Да, провернул? Да, проворачивайся. Все, Миша, а все, дальше можешь не проворачивать, смотри. А, все. Да, все. Это на ядолог. И потяни, чтобы этот остановился баланс. А, мне открутить надо уже. Ничего страшного. Мы все равно повезем к специалисту. Я думаю, что нас, конечно, поругают за это вскрытие, но все равно вскрытие было. Ну, контент надо сделать, да. То есть, ты видишь, сейчас там только вот небольшие следы, это вот почистил как смог, в принципе, и вот в этом блюдечке было буквально вот, может быть, несколько капель воды, то есть, они были не целиком залиты. То есть, на циферблате не было? На циферблате ничего. Самое опасное, о чем меня предупреждали, я просто начал писать часовым гуру, они говорят, самый опасный циферблат. Мы тебе механизм починим. А вот мы с тобой то, что в сервисе… Планетаушн. Да, Планетаушн, там циферблат пострадал. Это будет в разы дороже. Да. Я даже не знаю, насколько рентабельно будет. Не, ну там и циферблат, и механизм просто… Я боюсь, что это будет очень мало рентабельно. Так, друзья, мы переместились в мастерскую к Владиславу. Мастерская «Эксперт» называется. Владислав, привет. Всем привет. Да, пришли, так сказать, к часовому врачу. Так, расслабься, все нормально будет, все хорошо, не переживай, в надежных руках. Спасибо. Владислав, смотри, нам нужно, чтобы ты посмотрел на часы, сказал, почему вообще, в принципе, возможно, была протечка, да, и как, в принципе, ее избежать в часах, и какие часы лучше использовать для дайвера, для дайвинга, а какие, может быть, оставить как офисный дайвер, да. Ну, я уже маленько просвещен в эту историю по поводу этих часов, да, что получилось, что у нас открутилась заводная головка, да. Да, от дайверских компьютеров, от трения. Если бы это произошло, допустим, не под водой, то часы, даже с открученной заводной головкой, остаются герметичными, то есть, я думаю, где-то до 3-5 атмосфер они спокойно могут заряжаться. За счет уплотнителя? За счет уплотнителя, да, то, что он не уходит дальше самого футера, часы бы остались герметичными, так как было погружение, и, соответственно, был гидрокостюм. При открученной головке любое ее отклонение по горизонтали там или вертикали, да, то есть, конечно, вода туда... Я думал, что ее как раз вот колбасим было. Да, 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 и вода туда попала. Конечно, это проблема, и то, что она открутилась, действительно, она очень легко откручивается, нет никакого... Мне не показывало. Вот этого усилия страгивания, да? Да, его абсолютно нет, хотя для омеги это нонсенс. Причем я закручивал в выпуске, сидел прям, я плотно закрутил, и совершенно спокойно я... Да, усиление... Кстати, омега не рекомендует перекручивать, потому что футер может вырвать. Вообще, у всех часов практически, у которых присутствует у нас заводная головка, да, то есть, в большинстве случаев используется внутренняя резьба в футере, да, то есть, она очень мелкая, и поэтому очень легко ее сорвать, либо при закручивании вообще попасть не по резьбе, это часто страдает, Брайтлинг бывает этим, да, то есть, ну, многие бренды. Этот тубус, он заменяемый, да? Это не корпус весь? У Брайтлинга меняется весь корпус, у омеги меняется отдельно футер, но многие страдают тем, что приходится менять непосредственно. Футер – это тубус, да, футер? Да, 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 на что у нас, на который мы видим, да? Да, это тубус в туг, получается, да? Да, непосредственно сам футер. У многих брендов приходится менять целиком среднюю часть корпуса. А если корпус из драгметалла? Ну, это уже совсем печально. Золотых лучше, кстати, не нырять, и здесь есть один прекрасный пример, да? Да, мы его сейчас покажем. Закрутил на все деньги. Да, да, да. Закрутил на все деньги, да. Проблемы, сейчас мы покажем, да, то есть, еще несколько омеку, у которых у нас есть проблемы, да, то есть, вот интересный тоже момент. Ну, здесь прям циферблат зацвел тропическим стал. И проблема следующего характера – то, что часы проходят абсолютно все тесты с закрученной головкой, да, то есть, на давление, на вакуум, все, но у нас образовалась проблема с гелевым клапаном. Как только мы откручиваем гелевый клапан, у нас часы сразу показывают негерметичность, прямое попадение, да, то есть, воды может произойти, но этого не должно было быть, потому что, как сам рекомендует, пишет, вернее, сам производитель, это можно почитать в инструкции Омеги, то, что даже с открученным гелевым клапаном, часы выдерживают водозащиту до 5 атмосфер. Здесь явно есть заводской дефект, потому что гелевый клапан либо залип в каком-то открытом положении, либо лопнула пружина, которая не обеспечивает прижимания самого уплотнителя, есть какой-то дефект. Но Омега в жизни это не признает, да? Ну, я думаю, да, то есть, они будут сослаться на все, что угодно, но мы попробуем помочь человеку, да, то есть, это очень круто. Да, я хочу вместе с ним прийти в официальный сервис центр, попросить, чтобы при нас сделали тесты с закрученными, да, то есть, со всем головками, и потом попрошу, чтобы открутили гелевый клапан и сделали стандартный тест, допустим, на 3 и на 5 атмосфер, и они покажут, что часы у нас не герметичны, и чтобы это было обязательно зафиксировано в акте приемки. А часы на гарантии? Часы еще на гарантии, да. В этом все и проблема. По Бондовской Омеге, получается, не та же проблема с гелевым клапаном, или это нужно прямо вот сейчас выяснять? Это можно будет проверить, открутить этот гелевый клапан, поставить на 3 или на 5 атмосфер, да, то есть, как нам говорит производитель, что часы будут сохранять свою герметичность и проверить, сделать несколько тестов. А давай мы сейчас еще обсудим перед вскрытием, грубо говоря, какие все-таки по твоему мнению, как специалиста, человека, который много утопленников видел, так сказать, какие часы должны соответствовать часам названию дайверских часов? Что в них должно быть, что не должно быть? Дайверские часы, да, то есть, на мой взгляд, и как непосредственно мастер, который часто очень сталкивается со всеми вот этими проблемами, да, с водозащитой и все остальное, есть несколько параметров. Первое, это только закручивающиеся заводные головки. Кнопки, если это у нас хронограф, это обязательный пункт, да. Следующий момент, все-таки для дайвера, я думаю, что крышка у нас должна быть непрозрачной, потому что это дополнительное место протечки, которая может появиться, да, то есть у нас, соответственно, ну понятно, что вращающийся бизельный дайвер это тоже неотъемлемый, да, атрибут. Гелевый клапан, я думаю, да, он необязателен, потому что у нас единицы в стране тех людей, которые занимаются глубоководными работами и очень длительное время, поэтому это больше, мне кажется, маркетинговый ход, нежели… Ну и для дайверских часов, получается, это своего рода минус, то есть это дополнительное технологическое отверстие, да, через… Отверстие, через которое может попасть вода, да. Кстати, в стандарте ISO нет гелевого клапана, насколько я помню. То есть дайвером можно ходить из гелия? Кстати, да, да. Нет, нет, понятно, то есть… Почему мы говорим, что у нас должны обязательно быть закручивающиеся кнопки, да, вот возьмем пример бреге и посмотрим на кнопки, они у нас не закручивающиеся, абсолютно, и если мы понажимаем ее, она может отклоняться влево-право, у нее есть люфт. Да, в стационарном тесте часы пройдут, ну, тест на водозащиту, но, не дай Бог, где-то в бассейне, там, или еще где-то, да, то есть мы каким-то образом чуть принадаем на кнопку, да, то есть у нас произойдет отклонение кнопки, соответственно, уплотнитель сожмется в одну сторону, обязательно попадет вода. Ну, то есть, хотя производитель заверяет, что 100 метров, пожалуйста, и делайте все, что угодно. На мой взгляд, только закручивающиеся кнопки, закручивающаяся заводная головка, это будет идеально для дайвера параметры, да, взять, допустим, Rolex, знаменитый, да, то есть наш Submariner. Все требования, которые должны быть к дайверу, они здесь выполнены. Я считаю, что это идеальный форм-фактор, да, корпуса для дайверских часов. Крышка у нас непрозрачная, головка у нас завинчивающаяся, причем имеет несколько степеней защиты, у нас есть уплотнитель, помимо того, как в самой головке, у нас есть несколько уплотнителей непосредственно в самом фунтаре, непосредственно, да, то есть, они молодцы в этом плане подошли. Также стекло имеет очень большую прокладку, да, которая охватывает непосредственно корпус, да, стекло, то есть, тоже является очень большим плюсом. Смотри, момент тот, про который ты мне рассказывал, что ты, например, ну, окей, мы не возьмем момент просто поплавать в часах, а именно вот погружение, как с Иваном. То есть, пока ты на катере надеваешь гидрокостюм, баллоны и так далее, естественно, жарко, у тебя часы нагреваются, сталь у тебя немного расширяется. Да, элементарная физика – это тоже есть такой момент, да, то есть, очень часто сталкиваюсь с этим, когда человек просто находится на пляже, даже просто лежит, загорает, часы нагреваются, потом резко заходит в воду, и они у него раз – отпотели. При этом часы полностью были герметичны, все, там даже, может, там, новые, он проходит там все тесты, там, делает современно-то, меняет эти уплотнители, но в часы попала вода. То есть, элементарная физика – это расширение материала, плотность расширения материала. Допустим, у нас корпус стальной, да, то есть, прокладка у нас пластиковая, стекло у нас сапфировое. При нагревании все равно происходит небольшое расширение металла, да, то есть, но сапфир у нас не меняет свои свойства, да, то есть, он не расширяется. И в этот момент, как раз, часы нагрелись резко в холодное, в разницу температуры, и у нас попала вода. Тут же все сжалось у нас, и водичка там у нас остается, и потом часы герметичные. Да, при этом часы герметичные человек приносит, в них вода там, ну, испарена там, да, и она никуда не уходит. Она будет там до того момента, пока мы не откроем часы. Вот, есть такой момент. Поэтому я не рекомендую часы держать на солнце и нагревать. Титан тоже самое получается. Титан, да, за исключением, наверное, керамика, потому что, ну, нет никакого практически у нее расширения. Ну, еще уплотнитель, резина, она все равно, наверное, играет. Ну, нет, керамика. Тут главное у нас корпуса, чтобы не было вот этого. Корпус не расширяется. Да, не расширение. Вот пример идеального дайвера. Ну, да, может идем. Там, потому что особо... Смотри, получается, для идеальных дайверских часов у тебя должно быть отсутствие, максимальное отсутствие отверстий каких-то технологических. Гелевый клапан, задняя крышка. То есть, вот здесь получается корпус монокок. И это вообще идеальная конструкция для дайвера. Если вспомнить старые советские водолазные часы. Это, знаешь, сейчас фанатам Seiko так это маслица на масле. Да, да, да. Советские дайверские часы. Это была конструкция монокок. Да, то есть, у нас была двойная головка, да, то есть, и стекло у нас прижималось на огромный уплотнитель с завинчивающимся безелем, да. То есть, не защёлкивающимся, никаким. Именно завинчивающимся. Идеальная конструкция вообще для погружения. Ну, а здесь смотри, здесь видишь корпус монокок, он титановый. И сверху вот это вот всё. Ну, то есть, здесь механизм. Ну, я думаю, ты знаешь, рассказывать не надо. Здесь механизм получается через вот это вот технологическое отверстие, где стекло погружается внутрь. Потом уже идёт циферблат, стекло сверху безель. И всё закрывается вот этим керамическим кожухом, который, в принципе, прям плотно прилегает к корпусу и, соответственно, не даёт ему на жаре вот это вот расширяться. Шикарная защита, да. Да. То есть, вот это вот и тысячу метров, и без гелевого клапана. Так, это пример того, в каких часах не стоит, да? Не стоит вообще, мне кажется, даже подходить к воде. То есть, всё, что касается у нас бытовой водозащиты, там, три атмосферы, да, там, даже пять атмосфер, да, всё равно все тесты, которые проходят часы, да, вот на небольшие значения по водозащите, они стационарные, да. То есть, это просто проходит в идеальных условиях, там, в одном положении, там, в какой-нибудь температуре, да, там, определённой, да, то есть, и проходит сухой, сухой тест, да, воздухом, да, никто их, там, не погружает эти часы, там. Но вот, как показывают часы, да, три атмосферы, человек помыл руки, и... А, это он руки помыл? Да, 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 да. Ну, там, прям, всё в коррозии. Да, часам пришёл конец. Это в Пармиджане? Угу. Я думаю, это очень дорогое было мытьё руку. Первое и последнее для этих часов. Что в итоге решили, что вы идёте с ними делать? Есть такая небольшая задумка, так как уже более недоступны эти детали, в итоге к заказу, и мы обговорили это с владельцем этих часов, мы хотим произвести изготовление каждой детали самостоятельно. Ага. По аналогии? Да, и произвести восстановление этих часов. То есть, это будет долгий такой проект, но, я думаю, всё будет... Возревает небольшой такой кинопроект, даже можно сказать, по... Сериал. Сериал, да. Сериал, да, восстановление. Так, будем снимать? Да, можно. Почему нет? Такое надо обязательно на YouTube. Как рождалась легенда. Да. Давай вскрывать Омегу тогда, и твой вердикт. Хорошо, что так. А мы хотели сначала с гелевым клапаном. Да, проверить герметичность. Потом мы попробуем открутить гелевый клапан, да, проверить также, нет ли у него там какого-то заводского брака, да, и держит ли у него там заявленные свои пять атмосфер при открученном гелевом клапане. И потом проведем такой маленький эксперимент. Открутим заводную головку и проверим герметичность с открученной заводной головкой. Так, ну, проверим их сначала. Сейчас закрыто все, да? Закрыто все. И вот насчет открученной заводной головки. Хотелось бы сказать, что у Желик Ультра, мастер-компрессора, в этом плане сделано все очень хорошо. Когда головка у нас откручена, там надо повернуть нам накладку, и на ней появляются красные индикации, что, обратите внимание, у вас не зафиксирована заводная головка. Кстати, у них даже в Polaris, мимо Vox, у них то же самое. Там, по-моему, то ли оранжевая, то ли красная. Ну, опять же, даже вот Омеги, да, то есть, если открутить сейчас гелевый клапан, появляется у нас красное кольцо. Почему нельзя было сделать как-то, обыграть это с заводной головкой? Так, ну что, у нас тесла герметичность прошли. Это несмотря на сухую резинку. Ну, он сухой уплотнитель, да, то есть, это не будет так сильно влиять у нас на герметичность. Это больше всего влияет на срок службы этого самого уплотнителя, нежели именно на герметичность. Потому что после вскрытия мы его не смазывали. Так, открываем гелевый клапан. У нас вот как раз появилось колечко. Видно красненькое, да? Попробуем проверить с ним с открытым. И они будут не герметичны? Не герметичны? Нет, они не пройдут тест с открытым гелевым клапаном. То есть, проблема тоже в гелевом клапане? Мне кажется, да. Ну, он был завинчан, а она ловкая. Лично видел, что нет. Ну, тем не менее, это подтверждает решение. Да, тест не пройден. Причем, мы поставили тест на 3 атмосферы, даже не 5. Производитель 5 дает. Да, производитель говорит о пике атмосферу. Значит, гелевый клапан декоративный. То есть, это, получается, проблема в конструкции гелевого клапана в омеге? Чтобы нам сделать прям правильный тест, я думаю, мы возьмем еще одну омегу, у которых нет никакой проблемы. То есть, открутим у нее тоже гелевый клапан. Открутили его, поставим и проверим на герметичность. Это не протекало, да? Это не протекало, у нее проблем не было. Интересная ситуация. Вот у нас как из колечка появляется красный, как она откручивается. Да, видно, видно. А нам теперь осталось их, получается, проверить с закрытым гелем, потому что знаем, что пропускает. Да. И с открытым гелем имитируем то, что было в принципе. Да. Ну, опять же, да, то есть, это в стационарном тесте оно пройдет, я даже больше чем уверен. Но когда головка откручена, у нее появляется отклонение. То есть, если мы… Я думаю, что если там был контакт в дайвком, то там отклонялась она вот постоянно. Но гелевый клапан у тебя же не мог открутиться, получается. Нет, нет, нет. То есть, он у тебя не был там задействован. Это в дополнение получается к этой проблеме. И судя по всему, если это будет, то будет получиться массовый дефект. Но мы не идем против производителя, мы не ищем каких-то специальных дефектов. Да. То есть, мы… Все указано в инструкции. И он прошел. С открытым гелевым клапаном. С открытым? Да. Но… У тех именно такая же проблема, да. То пациент это получается. То есть, на двух, на двух часах с трех гелевый клапан, заявленный 50 метров… Даже три атмосферы не выдерживает. Даже три не выдерживает. Так, ну что, закрутим тогда сейчас гелевый клапан. Но это момент истины, в принципе, да? И открутим заводную головку. Просто в положение завода поставим ее. То есть, она у тебя, получается, была в положении завода? В положении завода, да. У меня была еще надежда, что она на последнем каком-то витке держится. Ну, кстати, вот интересный момент. Я не знаю, когда вы там все это выложите. Может быть, там выйдут со свотч-групп какие-то ребята и нам… Предложат? Нас осенят, скажут, ребята, вы что там… Какой гелевый клапан? Вы что, как вы там с открытым гелевым клапан проводите тесты эти? Вы с ума сошли там? Так нельзя делать? Хорошо. Ну, ведь написано, да? То есть, черным по белым. В инструкции есть. Я даже могу сказать, какая страница, где это написано. Примечание там указано. Даже с откручиваемым гелевым клапан. Я так понимаю, прошел. Да, прошли. Но, знаешь, все-таки проблема не в заводной головке. Нет, она… Нет. Головка была откручена, да, но когда она у нас откручена, она у нас может отклониться, да? То есть, как раз на сгибе. Плюс тут еще прибор какой-то, я так понимаю, был. Да, да, который открутил. То есть, в любом случае… Это было три или пять час? Это три было. Ну, вот производитель пять обещает. С открученной заводной головкой? Ну, давай еще… Как и с гелевым клапаном. Это абсолютно одинаковое значение. Давай проверим. Давайте проверим на пять. Мне уж это чисто спортивный интерес. Ну… Давайте добьем. Да. Дорогой спорт получается. Ну, да. В целом, дайвинг не очень дешевый. Не, ну получается, как ни крути, все равно действительно проблема у гелевого клапана. Потому что вот… Это же мы вставляли, я кадры сделал. Это был предыдущий семейстер. Да. Планета Оушен, да? Не-не, не Планет… А, вот. Эти, которые… Вот, я про них и говорю. Те, которые прошли – это предыдущий семейстер. У нас гладкая текстура, да? Да, да. Ну, и корпус меньше. Вот он, кстати, как кварцевый мой, да? Да, абсолютно. Так, подожди. А теперь, если люди сейчас, на данный момент, к выходу ролика находятся где-нибудь на море в Омеге Симастер 300 метров и хотят поплавать, что нужно сделать? Проверить, что закручен гелевый клапан? Ну, вообще, надо, как бы, для себя, то есть, сделать такую небольшую, как бы, напоминалочку, чтобы вообще при начале купального сезона, да, то есть, прийти в любой сервисный центр, я, ну, не знаю, у нас эта процедура абсолютно бесплатная – проверить часы на герметичность, да? Ага. Прийти, сделать тесты на герметику, если все хорошо, да, то есть, можно попросить еще нанести дополнительно, может, смазочные материалы, да, то есть, в виде силикона, там, или фамблина, там, на футер, да, смазать эти уплотнители, да, то есть, чтобы они не иссыхали, да, или, может быть, там, при контакте с соленой водой, то есть, дольше оставляли свою эластичность, ну, и, соответственно, закручивать все головки. На пять атмосфер тоже часы прошли, с открученной головкой. Ну, я думал, что, если бы там могли пошевелить внутри, то ситуация была бы другая. Ну, да, ну, мы не можем пошевелить в камне. Да, да. Так же, прецензированные. Ну, что, вскрываем. Да, сейчас мы откроем часы. Никакого штурвала не понадобится. Ну, на самом деле, картина очень печальная, очень печальная. Давайте посмотрим с вами вместе, да, то есть, обратим внимание, лапки крепления, вот, видно, сами винты, крепящий механизм, все заржавело и лапки уже даже почернели. Это все пойдет под замену. Так же мы видим барабан, да, часть барабана. Видим тоже, что на нем уже ржавчина, под ним ржавчина. Все винты, все винты у нас заржавели. Так как многие материалы сделаны из высокоуглеродистой стали, таких как вал, допустим, да, то есть это первые все моменты, которые у нас повреждают, ну, подвержены коррозии. Я больше чем уверен, что если мы снимем циферблат, снимем стрелки и доберемся до ремонтуара, да, то есть до рычагов переключения, то там будет такая же очень плачевная картина. По факту здесь надо будет сто процентов это все разбирать, да, и делать замену всех винтов, всех лапок крепления, да, то есть делать замену смазки, конечно же менять барабан, потому что это уже все только под замену. То есть барабану точно... Точно конец. То есть да, если можно обслужить их, да, поставить на ход, все остальное смазать, да, отрегулировать, но мы видим, что ржавчина уже поела зубья барабанов. Рано или поздно, да, так как у нас идет большое усилие на барабан, именно на вот эти зубья. Какой-то зуб обломит, и он за собой унесет еще много всего интересного, поэтому только под замену. Ну и теперь, наверное, самый будет интересный вопрос, да, то есть кто у нас такого ремонта? Да. Я думаю, здесь, если обратиться в официальный сервис Swoge Group... Я даже могу сказать, сколько мне озвучили. А, уже? Даже не зная калибр. Не зная калибр. По телефону спросили трехстрелочник. Ну да, у них делится на три из трехстрелочника, хронограф, и там еще, по-моему, часы с усложнениями. Еще драгоценный корпус уточнили обязательно. Да, это тоже очень важно. 60 на 1500 рублей, это... Я бы, наверное, все-таки... Но это без вскрытия получается. Это без вскрытия, да. Но чем все-таки хороши наши замечательные официалы... К Swoge Group у меня вообще никогда не было претензий, да, в плане выполнения работы, потому что большинство вот этих деталей, в том числе и барабан, там, винты крепления, там, все остальное, это все войдет в стоимость ремонта. Если сейчас с этими часами обратиться в какой-нибудь, допустим, неофициальный сервисный центр, и сказать, вот я хочу сделать... Им хорошо. Да. То они будут заказывать вот эти все детали по отдельности, и, я думаю, стоимость ремонта вводит за 100 плюс, это точно. А точно они, как бы, входят в детали? Да, большинство. Касаемо барабана, там, реверсивных колес, еще что-то. Потому что, как мне сказали, это до вскрытия примерно, если что-то под замену, цена еще увеличится. Ну, вот, касаемо барабана, точно он у них входит обязательно при обслуживании. И касаемо винтов, я думаю, они их поменяют. Касаемо, если, допустим, взять там узел спуска, да, так как у нас он кремниевый, да, то есть... Ему от воды ничего не было. Да, то есть, ему от воды ничего не стало. Если вот он был бы сломан бы, да, его бы, да, включили бы отдельно в стоимость. Гелевый клапан и новая головка. Это обязательный пункт призывания. Подожди, а ты уверен, что это в 60 тысяч рублей войдет? А дополнительного ничего не нужно. Должно входить именно. Потому что, насколько я знаю, у них репассаж стоит как раз 60 тысяч рублей, просто репассаж. И они при нем меняют уплотнители и все остальное. Должны менять. Ну, как сейчас в нашей ситуации, да, вот в этой вот, которая сложилась в стране, не буду говорить, да, на сто процентов, но буквально несколько, там, полгода, год назад, да, то есть, обязательно при техническом обслуживании они меняли, ставили новую головку, новый гелевый клапан и все уплотнители. А как быть с такой ситуацией, когда он действительно, что гелевый клапан не держит? Я думаю, было бы интересно прийти к ним и спросить у них на скрытую камеру. Потому что вряд ли нам дадут заснять, да, как мы с ними общаемся. Таких часов уже двое просто. Уже двое, да. И это проблема. Так, друзья, ну, итог у нас, конечно, не такой веселый, как мы начинали с тобой подкаст, да, но самое главное, что, можно сказать, не поздно совсем, да, спохватились. Пациент скорее жив, чем мертв. Угу. То есть, не как вот с завершенным циферблатом. Но это, на самом деле, печально и грустно. Там, компании Омеги, я много когда-то намекал на какие-то, показывал на какие-то недочеты и так далее, но это, мне кажется, уже достаточно серьезная штука. Согласен. И, как мы увидели, это не единственные часы. Вот. Поэтому не любить бренд от этого не надо начинать. Как бы бренд хороший, да. Ну, просто нужно понимать, что есть, как мы с тобой начали в самом начале в подкасте, офисные дайверы и есть профессиональные дайверы. Собственно говоря, и все. Вот. Влад, тебе огромное, на самом деле, спасибо за уделенное время, пространство. Вот. И консультацию. Да. Да. Держись. Все нормально будет. За сердце схватился. Вот. Поэтому прям хорошо. Вот. И, ребята, в часовой сервис Эксперт, это вот единственный часовой сервис, который я советую. Я давно искал мастера, с которым можно будет общаться, рекомендовать и показывать. И, вы знаете, уже на протяжении полутора лет меня много кто спрашивал. Влад, еще раз. Да. Пожалуйста, рад помочь. Любые вопросы. Да. Будут интересные беседы и, собственно говоря, вот проект. Сериал, да. Сериал, да. Сериал, да. Сериал, да. Ну, да. Уже все. Надо делать все. Сделаем. Готовь станки. Сделаем. Вот. Все. А мы переключаемся в студию обратно. Поэтому там мы будем веселые. А сейчас немного погрустим, но пойдем решать проблему. Да, пойдем. Ну, видишь, вот эта технология, это нестандартный винт. То есть, видишь, что в некоторых положениях они сделаны для того, чтобы вот эта стрелка центрирования, она была закрыта всегда идеально, вот смотрела наверх. Угу. Вот это знак принадлежности. Я понял, да. Военно-морским, по-моему, или армии, или флоту. Ну, чтобы вот так вот ровно вставало. Да, 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 именно ровно. Вот. Ну, ты можешь посмотреть, в принципе, масштаб бедствий. Ну, тебе повезло, что не сильно, видимо, протекло. Не много, не сильно. И сразу, Миша, не больше четырех часов. А что ты сделал? Смотри, я вот этот бокс из-под маски купил рис просто на местном рынке и в салфеточку завернув, аккуратно в рисе подержал закрытым, ну, вот, все время, которое было. Потому что самое обидное, что это случилось, ну, не будем скрывать, мы свой подкаст планировали, и я хотел в них погрузиться в знаменитый Блю Холл. Я это делал, как бы, в этот раз, но, увы, уже не в них, потому что они уже отдыхали. А в каких нырях? В Блю Холл. Да. Только в нем. А, ну, ты с одними часами был сейчас. Я с одними часами был, поэтому, да. Видишь, нет, мне особо более понравилось. Скажи теперь, пожалуйста, ты вот в Омеге будешь нырять еще? Конечно. Но компьютер на другую руку. Компьютер я ставлю на этой, либо Омегу расположу, чтобы заводная головка была сюда, просто не хочу, чтобы она давила. Да, вот, вот сюда, ближе. Либо на другую руку. Вот. Да, ну, я когда-то сказал, что протекла, я был, честно, немного в шоке. Ну, с учетом того, что ты сказал, что тебе они понравились, мне кажется, тебе было еще немножко обидно. Не, а я теперь сто процентов понял, что, ну, не мои часы, потому что в покупке этих часов я вкладывал бы как раз-таки тот момент, что я покупаю Watch Tool. Ну, для меня вот я сейчас не вижу в этих часах Watch Tool. Вэлью, да? Это больше, к сожалению, офисный дайвер, да, увы. Ну, видишь, это ни в коем случае не антиреклама, ведь с этими проблем как бы не было. Ну, в этих часах, ну, единицы на самом деле ныряют, скажем честно. Это лимитка? Это больше как раз-таки стильный аксессуар, да, и какая-то история. Понятно, что и в космос в Speedmaster никто не летает. Ну, действительно, если ты хочешь Watch Tool и ты хочешь нырять, то ты покупаешь Seiko Tuna, к примеру. Отлично. Ну, заметьте, в сете у нас обоих они есть, поэтому… Да, да, да. Я совершенно откровенно говорю, что я в Бланпа нырять не буду, там, возможно, в Улисс Нардан я нырять не буду. Хотя, ты знаешь, в Улисс Нардан это вообще про море-море прям. Да, я в Улисс Нардан в бассейне плаваю. Ну, я как бы уверен, что они… Вот не рекомендую тебе, с учетом моего опыта с тунцами, не рекомендую в бассейне. В бассейне, ну, я… Плюс хлорка – агрессивная среда. Это хуже соленой воды. Кстати, у меня здесь, может быть, еще и хлорка… Ну, поверь, тут тунцам ничего не будет. Ну, да, да. Вот видишь, какой момент. Да, абсолютно лучше против всего. Да. Слушай, интересная вещь. Да. Вот. Ну, на самом деле, у нас-то еще вставка будет из сервиса. Да, да. Давай тогда немножечко все-таки про Bluehole. Да, да, расскажи. Потому что, действительно, это культовое место, но оно повергает в некоторую дрожь. Потому что рядом кладбище дайверов, это вот мемориальные стенки, где вот таблички. Очень много русских, очень много ребят с Украины, вообще с СНГ. И вот, почитав это, особенно первое погружение там на каньоне, оно не на самом Bluehole. Это рядом очень красивое место. Удалось увидеть испанского танцора вблизи. Потому что люди, чтобы его увидеть, ездят, не дадут мне соврать, коллеги-дайверы, ездят на дальние сафари и погружаются ночью. Тоже сделаем вставочку обязательно из видео. Это вот такой моллюск красный, который как юбками вращает и плавает. Красного цвета юбки вот это вот испанские танцы. Первое погружение там, но второе – это сам Bluehole. И погружение было в так называемых Bells, колокольчики. Как раз идешь ты по тропке, проходишь это кладбище дайверов, ты видишь, и немножечко, знаешь, было чувство холода и пустоты. И плюс в Bells еще заходить нужно по одному и плывешь ты сугубо вертикально вниз друг за другом. Почему? Оно очень узкое, нельзя развернуться. И за тобой уже следом тоже идут. Поэтому технически оно несложное. После этого было все просто прекрасно. То есть мы встретили очень много клевого. То есть даже были рыбы зубочистки, которые просто открываешь на глубине рот, они чистят тебе зубы. Я на видео даже снимал. Ну ладно. Мы сначала увидели, как они громадному групперу полутораметрового чистили зубы. У тебя в видео все эти есть? Есть, все есть, конечно. Остальные рыбы в очередь, как к доктору, выстроились. И вот, знаешь, когда надоедает, считаешь, что рот почистит, а рыба три раза хлопает ртом, эта штука маленькая, эта зубочистка, она уплывает просто-напросто. Ты даже плывешь, она тебя так за ухо, потому что она еще ухо любит чистить. И вынырнули, видели фридайверов, кстати говоря. Там тренируются фридайверы. Тоже передали нам на глубине привет небольшой. Ну и, конечно, у меня на следующий раз еще остался запас. Потому что арку, несмотря на то, что я был на 60 метрах, ты вот видел, арка Blue Hall находится на 57. То есть в теории я мог пройти арку. Но так как это не совсем разрешенная вещь, то есть по стандартам военным можно, по стандартам сертификата нельзя. То есть по стандартам безопасности до 67 метров можно нырять на кислороде. А там есть тот, кто следит за тем, что происходит или просто в свободном режиме? Нет, это свободный режим. То есть там есть местные, которые водят вот тех, кто плавает на таких похожих на утят кругах, просто занимается снорклингом. Но там, понимаешь, очень этот сам Blue Hall – это стакан такой, сделаем, да, вставочку. Стакан глубиной 100 метров. На 60 метрах как раз это арка, которую вот любят проходить. И ее проходят, когда на воздухе рискуют тем, что азотное опьянение наступает у всех на разной глубине. И даже есть специальный в курсе Advanced Diver, я не рассказал, есть специальный курс. Мы с тобой смотрим друг на друга и два раза спрашиваем, ты окей? Ты должен ответить мне раз и второй раз. Потом я начинаю тебя спрашивать 3 плюс 1. Ты мне должен четко и быстро показать, что это 4. Если, ну, то же самое, примеры на умножение, на сложение вычитания делаются, но по тому, как человек соображает быстро и отвечает тебе, если он ошибается, ты должен, понимая, что у него азотка, ты обязан его выдернуть на 5 метров, перепроверить еще раз и еще глубже. Потому что при азотном опьянении, сравнивая дайверы, просто каждые 10 метров вглубь равняются по степени опьянения с выпитой стопочкой водки на головной желудке 50 грамм. Вот как бы такие дела. Поэтому, как сказали… Серьезная тема. Да, все с подходом. Но у меня просто абсолютно нет никакой по азотке чувствительности. То есть, в принципе, на 60 метров вообще абсолютно ничего не было. Поэтому я думаю, что в следующий раз… А в следующий раз куда больше? В смысле? Я все-таки думаю еще добить тему с Египтом. И следующий у меня намечен на конец сентября, начало октября. Это будет Dive Safari, который я уже запланировал со своим новым другом из Румынии. Вот. Дима, привет! Если будешь смотреть, передаю дайверски. Обязательно скидывай. Посмотрим, да. Да. Дима сам дайвмастер. Вот мы с ним познакомились. Там жалко, что всего лишь не поныряли вместе. У него был последний день, когда я прилетел. Уже у него был, так называемый, no-fly. То есть, компьютер тебе говорит, сколько ведь часов нельзя летать. Потому что… Давление. Нет. Излишки азота на глубине, если вскипят, то будут проблемы с суставом и со всем. То есть, нужно время на разносыщение не только между дайвингом, но еще и между полетами. Потому что высота… Там была глубина, а это экстремальная высота. Ну, знаешь, самолеты летают 10 километров наверх. Вот поэтому нужно все обязательно с умом. Запланировал Safari это. И пройти арку Blue Hall после обслуживания часов. Да, да, да. Да. Ну, смотри, тогда я тебя сразу на второй выпуск приглашаю с новыми историями уже. Вот как приедешь. А с часами мы переносимся с тобой, едем в мастерскую. Ребята, наверное, уже посмотрели эту вставку. Поэтому, на самом деле, ценную информацию сказал. Да. И развеяли небольшие мифы, что в дайверских часах только в офис ходят. На самом деле, абсолютно нет. Нет, есть кто не только. В дайверских часах погружаются, погружаются профессионально, топят их и так далее и тому подобное. Ну, знаешь, ну, честно, их было жалко. Ну, во-первых… Ну, конечно. Во-первых, я думаю, что нам помогут, дело обошлось. И, в принципе… Главное, что ты, опять-таки, абсолютно часовой человек, и ты быстро спохватился. Да. Вот. Это, на самом деле, хорошо. Это, на самом деле, хорошо. Ну, наверное, посмотрел бы на циферблате, воды нет, и все. За 10 часов, за 10 дней им бы плохело настолько, что… Очень сильно. Коррозия пошла. Коррозия. Тем более, что здесь, видишь, этот тропический алюминиевый циферблат. Да, да, да. Конечно, он бы стал, наверное, еще более тропическим. Не знаю, до какого состояния. Вот. Так что… Огромное тебе спасибо за то, что пришел, поделился всей информацией, показал, разобрал мои тунцы, сейчас нам надо будет их чистить. Мы их соберем с тобой без проблем. И собирать. Да. Слушай, за кадром смотрите Backstage на Boosty. Backstage на Boosty, да. На Boosty эксклюзивный. Кстати, подписывайтесь на мой аккаунт на Boosty. Там выходит много интересных эксклюзивных роликов. Подписываясь на Boosty, вы, конечно, поддерживаете канал и получаете новый эксклюзивный контент. И Telegram-канал. Не забывайте, там можно со всеми нами общаться. Нас там много. Да. Все. Всем отличного дня. Ныряйте правильно и не портите часы. Да. Пока. Пока-пока. Пока. Пока.